Дизайнеры представили коллекции «Весна-лето 2019». Модели дефилировали в одежде класса прета-порте, вечерних платьях и демонстрировали детскую моду. Гости знакомились как с новинками известных белорусских, российских и турецких производителей, так и работами молодых дизайнеров. Изюминкой фестиваля стал выход так называемых нестандартных моделей – женщин, которые не вписываются в подиумные параметры роста, веса или возраста. По словам организаторов, показы посетило более тысячи гостей. На гастроли в Гомель приезжал Гродненский областной драматический театр. Гостей принимали в стенах городского молодежного театра. Заслуженный коллектив Республики Беларусь показал четыре постановки. Детский спектакль «Слоненок и луна», «Трагикомедию. Очень простая история», «Антиутопию. 451 по Фаренгейту» и свою последнюю премьеру – комедию «Секс, любовь и налоги». Кстати, Гомельский коллектив поедет в Гродно с ответным визитом. Обменные гастроли запланированы на сентябрь. Какой праздник без цыган! Их самобытный фольклор на протяжении многих веков приносит радость людям. На фестивале, посвященном культуре Рома, в городском центре культуры можно было познакомиться с предметами цыганского быта – костюмами, платками, вышитыми иконами и лошадиной сбруей. А в зале гостей ждали цыганские песни, романцы и зажигательные танцы в исполнении ансамбля «Бахтин». «Краса России» – в картиной галереи Гаврила Ващенко представлены работы студентов Высшей школы народных искусств. Учебное заведение готовит мастеров по 17 профилям, среди которых резьба по дереву, вышивка и роспись по ткани, иконопись, ювелирное искусство, лаковая миниатюра. Дипломные работы учащихся сделаны вручную в единственном экземпляре. А в областном центре народного творчества открылась выставка икон Дмитрия Салмыгина «Светлый образ». Работы стилизованы под старину и словно излучают свет, а лики святых кажутся живыми. Дмитрий родом из Смоленска и имеет профессиональное художественное образование. К иконописи обратился в 1995 году, позже познакомился с традицией ветковских мастеров. Кроме реставрации и написания икон, он также оформляет церкви и храмы. Далее анонс культурных событий в следующей неделе. Братья Георгий и Дмитрий Колдуны выступят в общественно-культурном центре. Концерт пройдет при сопровождении симфонического оркестра Гомеля. Оба исполнителя хорошо нам известны. Дмитрий успешно представил Беларусь на Евровидении, а Георгий неоднократно становился лауреатом премии «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий». В Гомель приезжают любимцы и герои всех белорусов – группа «Нави-бенд». Их концертный тур по Беларуси посвящен безвозмездному и добровольному донорству крови. Ребята призывают всех неравнодушных белорусов также присоединиться к этому движению. На этом пока все. С культурными событиями этой недели вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».